Давайте наш диалог построим. Вопрос, ответ. Если мы не сможем ответить на ваши вопросы, сейчас еще два представителя опаздывают. Это представитель Министерства строительства ЖКХ, замминистра, и Остепил градостроительства комитет, тоже там зам, скорее всего, они на комиссии. Мы пока приехали, что если сможем какие-то ответы вам дать, то стараемся ответить. Хорошо? Росимущество судило с инвариантом. Вот тут меня, я могу вам даже отдать, можете изучить, почему-то у вас нет этих документов. Вот. Одно могу сказать, что тут есть и решение нашего суда арбитражного, и потом они подавали несколько апелляций, дело дошло до Приволжского округа арбитражного суда, который в Казани. И все это осталось без изменений, в том плане, что инвариант. Решили право. Я не знаю, как вы кого нанимали, дело в том, что я давала запрос в прокуратуру в декабре прошедшего, 22-го года. Вот официальный ответ из прокуратуры. Нет, снести этот дом. Здесь было проверено через исполнительное производство, потому что было вынесено решение о снесении данного садика. И исполнительное производство закрыли после сноса садика, что было неправильно, и они возобновили исполнительное производство. И вот что говорится об этом участке. Говорится о том, что с учетом объяснений директора его инварианта Шмелькова от 22.12.2022 года о фактическом отказе от права аренды на земельный участок, ну, номер участка, а также информации СТУ Росимущества от 21.12.2022 года, рассматривая земельный участок, будет осваиваться новым правообладателем в соответствии с видом разрешенного использования. Так как у нас здесь многие жители живут давно, когда-то были здесь слушания, и запретили выше шести этажей здесь строить, жилую, то есть застройку производить. Сейчас у нас ситуация поменялась, мы будем все не против, если здесь будет и десятиэтажный дом, в который мы сможем переехать. Вот. И правилами землепользования и застройки муниципального образования город Саратов. То, что сейчас в Егарене висит, оно уже просто, я не знаю, почему не вносится на землю. То ли вы решили кто-то, я не хочу никого обвинять персонально, боже меня упаси. То ли эту землю придерживают под кого-то, то ли что-то, это неизвестно. Вот он висит, как бы, это обременение. Вот вы можете прочитать, я вам их отдам. Решение всех судов, что уже инвариант, тут и базис, никто. То есть в тот момент, когда у нас произошла как раз смена правообладателя по решениям суда, наши дома прям практически одновременно признаны аварийными, об этом я уже говорила. И у нас создается мнение, что здесь формируется участок для комплексного развития территории жилой застройки. Ну, может быть, кто-то у вас там хочет зайти сюда и развивать эту территорию. Ну, я не знаю, какая-то организация, может быть, к вам обращалась. И именно под нее делается такой заказ. Потому что дома, они в принципе хорошие, и были они вообще отличными. Но в связи с тем, что ни капремонт не делался, и хотя деньги люди регулярно сдавали, вот они дошли до такого состояния. И сейчас их просто вот одновременно признают аварийными, и образуется вот такой вот площадью 2 гектара, да, участок. И это без вот этого дома, который в принципе тоже может сюда войти, территория еще большая. Вот, и вот это вот нежилое помещение, кафе. То есть вот здесь вот, вот я мерила по публичной кадастровой карте линейкой, вот все, что вот сейчас на данный момент призналось, там 2 гектара уже есть. То есть здесь у нас возможно территория, освоение территории по новым требованиям, которые там современные требования застройки. И мы, как жители наших домов, хотим вас попросить спроектировать для нас здесь дом 5-подъездный, если ламповый 5 войдет, если не войдет, то 4-подъездный, соответственно. Где будет 192 квартиры, у нас у всех как раз они прекрасно сюда войдут. Ну, квартир 192 получается. Да. Проходит каждый квартир. Это 10 этажей, если как вот можно сейчас до 10 этажей в Саратове строить, то есть как раз у нас получается тут 200 квартир. Ну, может быть там первые этажи будут строены пристроенные какие-нибудь. Ну, да, это другой вопрос. Ну, 192 квартиры можно здесь запроектировать. Или прибавить вот этот дом, там еще 44 квартиры. Более того, почему это будет выгодно бюджету? У нас все дома, вот эти вот, имеют одинаковые планировки. То есть мы знаем, что много случаев таких, когда, например, должны предоставить площадь не меньше там существующей, а площади, ну, как бы не угадаешь. То есть под нас прям ноль в ноль можно сделать проект, и ни одного лишнего предоставленного метра здесь не будет. И денег на ни один лишний метр не будет затрачено за счет бюджета или там частного инвестора, кто будет осваивать эту территорию. Ну, я давайте, давайте, я немножко перебью. Как признаются дома аварийные? Вы знаете, давайте я немножко расскажу, да? Чтобы признать дом аварийным, нужно три фактора. Первый фактор – это обращение жителей. Этого не было. Да? Давайте, давайте я расскажу, а потом мы уже будем делать выводы. Кому-то эта земля понадобилась или что-то еще, да? То есть, по существу говорили, не нервничали. По существу, конечно, это было всего лишь. Вот, видите, три фактора, как признаются дома аварийные. Первое – это обращение жителей, которые рассматриваются. Если есть муниципальная доля, а в каждом доме есть какая-то муниципальная, там, неприватизированная квартира. Второе – это обращение прокуратуры. Прокуратура дает предписание на основании выхода Роспотребнадзора и ГЖИ, что они прошли, увидели какие-то там факторы, лопины на домах, да? И они нам дают обращение. Мы не должны, мы должны на это среагировать. Мы заключаем контракт со специализированной компанией, которая есть лицензия на обследование несущих конструкций домов. И она уже определяет, какой износ дома, еще что-то там, да? Потом это заключение подается на комиссию, там, в количестве от 15 до 18 человек. И только на основании этого заключения комиссия делает, голосует и признает дом аварийный он или не аварийный. У вас произошло по требованию прокуратуры. Эти дома были признаны, да? В связи с тем, что нам мы вышли, организация сделала заключение. Мы можем, я не знаю, если вы определите там старших по домам, можем дать вам копию этого заключения. Вы можете его, да, вы можете почитать. То есть здесь о том, что какой-то там заказ на вашу землю или что-то, даже не может идти речи, понимаете? Давайте я дальше расскажу. После этого, когда ваш дом признается аварийным, вы автоматически вступаете там в программу, которая там есть, будет, то, что потом вас переселить в черте города Сарапова. И это сейчас в связи с тем, что вы вас признали аварийными, сейчас действует программа соседки там с 17-го по 21-й год, это все, да, в январе. То есть ваш дом еще даже ни в какой программе нет. То есть вы еще, как бы сказать, можете долго здесь проживать. Но продать мы же ее свое не можем. Капитальный ремонт мы не можем. Вот, давайте дальше расскажем. Не можем. Еще я вас сразу на ваши слова отвечу. Мы, конечно же, знакомы со всем этим процессом признания дома аварийным. Потому что когда вот наш дом Ламповый-3, самый первый признали аварийным, мы были в шоке. Мы заказали копии вот этих документов всех в администрации Ленинского района, нам их все сказали. Очень много вопросов было по всем этим документам. Начиная с того, что когда мы увидели вот этот акт обследования нашего дома, во-первых, почему-то его делала компания вообще на располагающейся в городе Волгограде. Через аукционный. Ну, понятно, но они же вообще даже не приезжали сюда. Мы никто не видели людей, которые обследовали подвалы, потому что у нас эти места закрыты на ключи, и ключи только у жителей дома. Никто не видел, что кто-то лазит, посматривает. Более того, что там есть такой раздел, как копия техпаспорта. Я когда заказала лично копию техпаспорта на московской 56БТИ, там абсолютно другие сведения. То есть у нас, например, написано в экспертизе, что у нас деревянные перекрытия, а в копии техпаспорта, в нашей, написано, что у нас бетонные перекрытия. Мы не возражаем переехать в новый дом, если тем более здесь складывается такая ситуация. Но мы хотим, чтобы нас оставили здесь. На этом месяце. И чтобы, коль уж мы даже в программу никакую не вошли до 26-го года расселения, нас можно не под эту программу тогда подводить, а под программу комплексного развития территории жилой застройки. Совершенно другое дело. Это будет финансироваться не из бюджета. Реновация называется. То есть заходит, например, какой-то застройщик, который уважаемый, там много строит, там у него нет обманутых дольщиков. Ну, по-моему, сейчас уже таких застройщиков не осталось. Вот. И, соответственно, он нам строит дом. И вы ему потом отдаете все остальные участки под нашими домами, но дальше, чтобы он окупил свои вот эти институционные вложения. И город не тратит деньги. И город не тратит деньги. У нас очень хорошие дома, хорошие квартиры. Мы не в бараках живем. Нет, и поэтому мы, тем более, вот вы знаете, у нас такая ситуация, что мы не входим ни в какую программу. Нам не надо бюджетных денег тратить вообще. Сейчас процесс передачи этого пустого участка из федеральной земли происходит в муниципальную. Мы вам документы все предоставим, у нас есть эти ответы все. Ну, вы же как голова, может быть, этого не знаете еще. Но если вы вникнете, вы рассмотрите вот этот вариант, потому что мы, жители, просим вас об этом.